Итак, значит, миф объясняет мир, значит, научная сторона. Плюс, конечно, это сторона, связанная с творчеством, с художественным творчеством, не всякого сомнения. Миф — это такая вот образная, символьная, богатейшая аура, сфера. Но все-таки, что в мифе главное? Да, давайте подумаем. Информация или же знание? Вот сейчас очень часто путают информацию и знание. Естественно, в мифе главное — знание. Потому что, понятно, вне всякого сомнения, кто иной, как Гелиос, запряг своих лошадей, чтобы сесть в колесницу и поехать над Петербургом, показаться во всей красе перед нами сейчас. Гелиос. Но тем не менее, все же прекрасно понимают, что если присмотреться к Гелиосу, в подзорную трубу, то колесницу не увидишь, а увидишь шар солнца. То есть не информация, а знание. А какое вы скажете в мифе знание? Сакральное совершенно верно. Но как оно передается? Вот здесь очень важная вещь. Возможно, на эту тему следовало бы говорить особенно, но это скорее так для смеси психологических и философских современных направлений. Тема важная. Способ передачи знания. Понимаете, миф не столько передает информацию, и сейчас это уже понятно, сколько вводит в определенный круг опыта. Глубинного. Приобщает к некому глубинному опыту. Ну вот та тема, которую обсуждали Юнг, Лакан, всевозможные эти товарищи, философствующие психологи. К глубинному опыту. Я не говорю бессознательные, потому что миф-то разный, значит, этносы разные, глубинные опыты разные. Может, единого бессознательного и нет. Но тем не менее, к некому глубинному опыту. Причем явно это идет не то, чтобы на невербальном уровне. Какой иной, кроме вербального уровня у мифа. Но тем не менее, это идет не на рассудочном уровне. Не на рассудочно-научном уровне приобщения к этому опыту. Недаром мифы так интересно читать и слушать. Понимаете? Потому что вроде бы, казалось бы, возьми почитать Достоевского, тоже Томаса Манна. Да нет, все равно миф, какой бы дикий и примитивный миф не рассказывают, тем не менее, все равно что-то такое завораживающее в этом есть. Понимаешь, все не так. Тем не менее, завораживающее есть. То есть, это некий способ недонесения информации, введения в определенный круг переживаний. Свойственного для всего этого пага или этноса народа. Понимаете? Цивилизации. Зависит, с чем миф этот связан. Вот. Этот момент, может быть, не столь прост для понимания, но я думаю, что вы поймете, когда мифы всякие понарассказываю, в том числе не очень известные публично и широко по причине своего странного характера. Вот. Ну, то есть, этот момент, я думаю, вы поймете. Итак, основная задача мифа, он как бы вот склеивает эту цивилизацию, культуру воедино. Да, вне всякого сомнения, миф имеет символический характер, но что такое символ? О, мы должны разобраться, правильно? Внешним проявлением того, что невидимое. Ага, хорошее определение, но на самом деле ведь, ну, мы можем сказать там, проходя по улице, вон висит звезда Мерседеса. Да, мы же не видим сами Мерседеса, но это явно торговая марка Мерседеса, реклама его, да? То есть, ну, я понимаю, что вы говорите, но мы как бы должны точно сформулировать все эти вещи. Наверное, вы все знаете и без меня, что в целом человеческое общение осуществляется через знаковые системы. Ну, знаковые системы — это язык, знаковые системы — это поведение человека, одежда человека. Приходим в музей, видим картину — это тоже знаковые системы. Я уж не говорю про поведение этих самых товарищей, которые появляются в телевизоре, изображая себя ведущих, журналистов и так далее. Все сплошные знаковые системы. Что такое знак? Да, вот из чего, на самом деле, какова структура знака? Знак всегда стоит, во-первых, из собственного знака, неважно, это слово, неважно, это звезда Мерседеса и так далее. Знак стоит из того, что этот знак обозначает. Ну, вот я говорю, не знаю, слово «хлеб», и подзывается при этом буханка хлеба какая-то, или лаваш, неважно, что хлеба. И смысл, третий момент, это смысл, который несет этот знак. Понимаете, да, слово «хлеб» обозначает буквально буханку хлеба, имеет смысл пищи, да, потому что хлеб в земледельческих традициях — это сакральное, да, правильно? Да, смысл. Однако, это я на уровне языка, то же самое касается всех остальных способов поведения человека, ну, его одежды и так далее. Но при этом знаковая система всегда исторична. Ну, я надеюсь, вы понимаете, да, что имеется в виду. Может измениться слово, но сохранится смысл и предмет, который обозначается этим словом. Может сохраниться слово и смысл, а изменится предмет, правильно? Очень многие слова просто в течение истории получают совершенно обратный смысл. Ну, например, вот, скорее всего, слово «ложь» и «лгать» связано в своей истории с греческим словом «логос». Русское слово «ложь» и «лгать». Слово «логос» совсем не то обозначало, правильно? Или слово «друг» наше с вами связано с праиндоевропейскими корнями, от которых произошло у иранцев слово «друдж», обозначающее «ложь». Ну, а я уж не говорю о словах типа там «узнать подноготную». Знаете, что значит «узнать подноготную»? Под ногти загоняли, загоняли раньше и узнавались. Что такое подлинная истина, вы тоже теперь понимаете. Подлинным кнутом все 17 века обиходы слава пошли. Сейчас уже совершенно другое. Понимаете, да, вот если по поводу «ложь» и «лгать» — это гипотеза, но вероятная, да, и «логоса», то по поводу подноготных, подлинных — это истинная реальность. Я не буду вам приводить примеры из текстов 16 века, когда слова, которые сейчас принимаются как нецензурные, тогда были вполне нормально употребимыми. То есть меняется, вот даже словесный такой вот, играет постоянно язык. Ну, с чем это связано, это скорее лингвистическое, чем наша с вами проблема. Но язык — знаковая система. Смысл может исчезать, заменяться чем-то другим, правильно? То есть, ну вот, знаковая система. А что такое символ? А символ — это когда все эти три элемента вместе. Понимаете, да? То есть когда невозможно историческое изменение онного. Ну, пример. Крестьянский символ — крест. Что он из себя представляет? Ну, как раз символ. Смысл — предмет и знак совпадают. Ну, как бы некий... Что такое крест? Ведь это крест, изначально на котором распят был Христос, да? В апрессианском предании. Ведь крест... Я сейчас убираю все там всякие египетские кресты, да? Которые якобы поклоняются египтяне и так далее. Я беру вот тот самый крест — это место позорной казни. Ведь это самое для рабов, для воров, для самозванцев. Позорная казнь, которая была тогда в Средиземном море распространена. Шесть тысяч пленных рабов после восстания Спартака, ну, после гибели уже Спартака, распяли на крестах вдоль Апиевой дороги в Риме. Ну, вот для таких, для бунтовщиков. Однако произошло событие. Крестное страдание Христа, которое привело к чему? Этот крест превратился в символ, да? То есть единичный предмет приобрел всеобщий смысл, всеобщие функции. Понимаете, да, эти термы? Единичный предмет приобрел всеобщий смысл, всеобщие функции. Так вот, понятное дело, что для людей той эпохи, языческой эпохи, да, вот эти мифы имели, конечно, символическое значение. И отсюда странность для нас с вами. Мы уже вышли из этой эпохи. Для нас они уже не символы, нам нужно же их объяснять, да? Они же проявляются в аллегории, в метафорах, но не в символах. Мы выключены из этого сознания, поэтому очень многие вещи в мифах нужно прояснять. То, что нам кажется неважным, оказывается самым важным. И наоборот. Вот. Давайте тогда вот перед тем, как и последнее я вам сказал, перейдем еще все-таки немножко отделим миф от... Ну, миф от басни понятно, да, чем отличается? Басня — это нравоучение, чисто говоря. А вот чем отличается миф от сказки? Понятно. Ну, я с вами согласен. Я не хочу сказать, что сказка — это опошленный миф, конечно, нет. Но сказка, она бытует совсем... Ну, понятно, многие мифы бытовали как сказки и в древности. Да, многие, на самом деле, я буду рассказывать сказки, говорят, что, вероятно, за этим стал какой-то миф. Но сказка бытования, сказка научает человека чему-то. Развлекает и научает. Но научает, опять же, не в смысле нравственном. Сказка ненравственна. Не знаю, что вам рассказывают в школу по поводу великих, нравственных, могучих русских сказок. Сказка у нас совершенно ненравственна. И этот... Я не говорю безнравственна, поймите меня, да? То есть нравоучение совсем не ее важнейшее. Далеко не главная ее цель, если вообще является целью. И именно эту традицию великие создатели сказок вроде Андерсона и усвоили. Сколь печальны сказки Андерсона. Читали сказки Андерсона? Сколь не печальны. Вот сказка... Ну, почему не нравственная, знаменитая сказка про пощучьему велению? Для ребенка трех-пяти лет читаешь, и сел, и мели на печку. И поехал на базар, и подавил много народу. Когда ехал обратно, народ собрался его поколотить. Тогда он сказал, ну-ка, оглобли, по щучьему велению, поколотить народ. И поколотили они народ. Нравоучительная, да, сказка? Да вовсе не нравоучительная. Сказка, она вот как бы научает человека пытаванию в обществе. Миф тоже вовсе не нравоучителен. Целый ряд мифов просто и не имеет смысла рассказывать. Сейчас мы их воспримем как эти мифы, как безнравственные, да, совершенно. Но миф, повторяю, он связан с верой, действительно. Объяснение. Объяснение, вот на тот способ объяснения, видите, который я вам прояснил, как некое, может быть, даже, если не невербальное, то не рассудочное, не рациональное способ объяснения, передачи знания, путем введения в рук некого психологического континуума, переживания общего. Вот, ну и наконец-то, я говорю, и наконец-то, самое главное, да, сейчас мы с вами переходим в самое главное. Миф неразрывно связан с ритуалом. Миф неразрывно связан с ритуалом. Поэтому древний миф – это не литературная, какая запись, да, не томатургическая запись, а миф – это то, что неразрывно связано с ритуалом. И здесь мы с вами коснемся сейчас очень важной проблемы – соотношение мифа и ритуала. Но если что такое миф, мы с вами проговорили, то что такое ритуал? Ну, как древние, ну, опять же, давайте к грекам будем ссылаться, благо терминология вся оттуда, почти взята. Древние греки говорили в религии, ну, в богопочитании, в благочестии, теосебии, как они термин используют, в религии термин латинский, да, вот, в теосебии выделяются две вещи, разделяются на две вещи. На то, что говорится, миф, да, или некие священные слова, которые говорили во время сакральных действий, и на то, что делается. При этом раньше то, что делается, а потом то, что говорится. Итак, ритуал. Латинское слово, что оно обозначает? Переводим на наш с вами язык. Вообще это слово восходит к древнейшим индоевропейским словам. свидетельство чему, ну, два свидетельства приведу, вот, буквально калька слова ритуал, и на санскрите, санскрит, да, древнейший, индоарийский язык, слово рита. То же самое буквально, значит, что ритуал. Или в нашем славянском языках рядом связаны слова обряд. Обряд происходит от той же корневой основы, что и ритуал, и рита. Но обряд это ведь не просто обряд, вот мы договорились совершать такой обряд. А вот в чем функциональное значение его? Это просто некое символическое поведение, чтобы посмотрели на нас и узнали, что мы такие-то люди, а не какие-то другие. Нет, ритуал — это действие, которое создает космос, порядок. То есть это как мистерия? Ну, мистерия — это одно из проявлений неких ритуалов. Ритуал — это действие, которое устанавливает порядок. Ну, в мистериях ритуалы использовались, но ритуалы куда шире, да, чем в мистерии бытовой. В социальной сфере ритуал, что не устанавливает порядок? Ну, вот сейчас мы с вами, помимо того, что я вам веду занятия, мы играем в определенную социальную игру. Просто без этой социальной игры невозможно проведение занятий. Я лектор, поэтому вы должны меня слушать. Понимаете, да? То есть, ну, ритуал такой, да, в том числе. Вот, если к сфере несакральной отнести слово. Понимаете, конфуцианцы, этикет, ну, тоже социальный ритуал у них. Я вам буду рассказывать об этом. Об этом говорили просто постоянно. Потому что этот этикет, то есть социальный ритуал, является клеем социальным общества. Не позволяет ему развалиться. Это главная идея конфуции будет в Китае, да? Но мы с вами все-таки не социальную сферу берем, а религиозную сферу ритуал — это то, что создает космос, строй, порядок. Например, тогда, когда я хочу отправить делегацию из Афин в Александрию с мешочком денег, закупить александрийских, не знаю чего, папирусов, привезти обратно и продать в Афинах, которые все там философствуют, да, в Афинах, как известно, пишут книги, прибылью для себя. Что я делаю? Совершаю ритуал, приношу жертву богам. И обычно, да необычно, очень часто религиоведы рассказывают, это как дарообмен. Я тебе индюшку, а ты мне выгодный контракт, да? Вот идея этого дарообмена была у древних, не всякого сомнения. Ритуал — это еще и обмен дарами с богами. Конечно, ритуал — это еще и обмен дарами с богами. Пожертвуй побольше. Тогда и тебе в ответ будут многие блага. В Египте, например, в Древнем Царстве буквально вот этим ритуалом, дарообменом заведовал фараон, и это была основная его задача. От правильного дарообмена с богами зависит благополучие всего Египта. Врагов внешних не было в эпоху Древнего Царства, поэтому он занимался дарообменом с богами. Но ритуал — это не только дарообмен. Вы понимаете, смысл, который имеют в виду? Вот если я правильно совершу ритуал, то я устрою порядок. Но в данном случае порядок моей вот этой вот бизнес-акции. Поэтому ритуал — это выстраивание космоса, порядка. Соответственно, самый главный ритуал, который во всех древних, с религиозной точки зрения, да, главный ритуал, который совершали во всех древних религиях, это какой ритуал? Жетоприношение. А вот по какому поводу? В какой момент? В милости ведь понятное дело. Но вот в какой момент, вот когда, когда? С земледелием очень важный ритуал, не согласен. Царя выбирали, очень важно. Вы по поводу каких-то вещей, связанных с жизнью человека, с его проблемами, да, естественно. Но в момент нужды, не всякого сомнения. Но были ритуалы, которые не только в момент нужды совершались. Созданием космоса как такового, понимаете? Если ритуал — это создание какого-то порядка, ну то есть такого вот бытия, в котором мне жить хорошо, в котором реализуется, то самый главный ритуал — это тот, который совершили боги, когда создавали космос, понимаете? То есть получается приобщение к созданию богами космоса. Такие ритуалы были ли в древних? Были. В Новый год новогодний ритуал — это и есть самый главный ритуал. Миска с оливье, торт Наполеон, мандарины, украшенная елка, 12 бой курантов — это как раз 12 часов. Это такое уже совершенно весёлое проявление того самого-самого главного ритуала. Ну понятно, новогодний ритуал вовсе не обязательно 1 января мог справляться. 1 марта там, 1 марта, ну в разных местах Новый год до сих пор справляют в разное время. Но новогодний ритуал — это момент, когда заканчивается год. Год и мир исчезает, уходит вместе с миром. Вон старичок, помните, и вместо него Новый год приходит. Космос обновляется. Обновление космоса, естественно, связано с теми действиями, которые совершили бой, когда этот космос создали. Ну и поэтому жрецы, совершающие этот ритуал, они, конечно, должны были совершать его со всей серьёзностью. Можем говорить, можем говорить. Это остаток, но я даже не говорю слово язычество, я говорю традиционного сознания. Я не хочу сказать, что это всё язычество. Праздник есть праздник, чего же не попраздновать. Но значимость именно Нового года, особенно в российском сознании, она связана именно с этим, с традиционной составляющей российской культуры, которые во многом как бы инспирировались в советское время. Мы же с вами знаем, что для западных людей Новый год — это просто последний день праздника на утро на работу. Новый год. Там же празднуют Рождество они, да? А не Новый год. А у нас Новый год, там старый Новый год, чтобы повторить ритуал, если что, было не так. И если хорошо провести ещё и старый Новый год, тогда год будет хороший, космос построен. Понимаете, да? То есть ритуал — это и дарообмен, конечно. И человек, естественно, человек обычный, он согласен, как китайцы, деньги жечь перед изображениями предков и так далее. Лишь бы было всё хорошо у тебя в будущем. Но основной смысл ритуала — это, конечно, не дарообмен. Это создание некого порядка действий, которые позволяют создаться космосу в самых разных смыслах данного слова. В применении ли к моей ситуации жизненной, да, я хочу чего-то добиться, или у меня сложно, мне нужно выйти из этой жизненной ситуации, как-то вывернуться. Либо же в применении к созданию богами мира. Поэтому во всех случаях смысл, вот такой структурный, да, понимаете, смысл ритуала на один и тот же. Миф и ритуал, они взаимосвязаны. Действительно, миф — это то, что рассказывается по поводу ритуала, по поводу какого-то религиозного обряда. Ну, я говорю, я буду именно мифологию в религиозном смысле сейчас использовать. Не историческую, не эпическую мифологию, а именно религиозную мифологию использую. По поводу какого-то обряда. При этом уже древние заметили, что по поводу одного и того же обряда могут рассказываться очень много разных мифов. Ну, по крайней мере, не совпадающих друг с другом. Повторяю, миф всегда избыточен по отношению к ритуалу. Возникает вопрос, а что первично, что вторично? Вот у нас такая марксистская закалка, она чувствуется, да? Что первично, что вторично. Курица или яйцо? Миф или ритуал? Недавно я, наконец, установил, что вопрос о том, что вторично, что вторично, курица или яйцо, не установил, а как бы получил подтверждение моей догадки, что вопрос небессмысленный. Потому что прежде, чем появилась курица, было яйцо, которое высидело представитель птичьих, да, этих самых, того вида, который еще не был куриным видом. То есть, в результате мутации в этом яйце маленький цыпленок находился. У меня один биолог сказал, говорю, замечательно. То же самое отношение к ритуалу и мифу можем, вопрос по этому поводу. Задать, да, что первично, что вторично, миф или ритуал. В книгах, а может и некоторые преподаватели, вам скажут, что в начале миф. А я вот скажу, нет. Хотя явно многие ритуалы возникали от предания какого-то, ну, по крайней мере, вот, так называется, генетически, метафизически ритуал раньше. Почему? Потому что, вот, я вам не так говорю, религиоведение — это антропология. Вот существует три элемента человеческой деятельности. Дело, слово, мысль. Вот что является первым? Ой, как мы с вами себе льстим, когда говорим мысль. Дело, тут и оно. В начале дело, потом слово, потом мысль. Доказать те, в начале дело, потом слово, потом мысль. Хотите доказать, что это так? Ребенка, когда мы с вами обучаем чему-то, вначале научаем его, чтобы вот он пальчиками что-то складывал, потом он узнает слово, обозначающее это, а в школе его научают, что это значит. Ну, вот, классический пример. Абстрактными предметами умение обращаться. Абстрактный смысл какими? С теми предметами, которые в своей такой форме, в природе не являются, не встречаются. Шарик, ну, это еще как-то встречается, но редко. Не пирамида, а тетраэдер, да? Ну, с треугольников, которые все страны. И кубик. Вот тетраэдеры кубика в природе точно не встречаются. И как обучают ребенка обращаться? Дают ему вот эти вот самые игрушки, да? И плоскость, в которой прорезан треугольное, квадратное и круглое отверстие. И ребенок многие месяцы научается в треугольное и треугольное засовывать, да? То есть это тетраэдер в квадрат, в квадратное и треугольное кубик, в круглое. Круг, потому что для него это вообще на уровне начале тактильно, на уровне дела это надо научиться. Потом он узнает, что такое, что это называется шарик, что это называется пирамидка, ну, положим, да, что это называется кубик. И только в четвертом классе на уроке геометрии он узнает, что это за предмет. То есть вот с этой точки зрения в человеческой деятельности, понимаете, не с точки зрения метафизики, что раньше мыслили дело, понимаете, да, о чем я говорю. А с точки зрения человеческой деятельности в начале дело, потом слово, потом мысль. Ритуал с этой точки зрения раньше. И древние, по крайней мере, были убеждены в этом полностью. В начале должно произойти какое-то событие, которое потом будет воспроизводиться в религиозном действии. Ну, вот, например, как Геракл основал по греческой мифологии множество городов. Знаете, каким образом? Ну, вот, например, город Абдеры. Это город на северном побережье Егейского моря. После одного из подвигов возвращался он домой. Ну, на колеснице, естественно, ехал возничий, у него был юноша Абдер. На берегу Северного Егейского моря расположились они, заснули. Тут дикие фракийцы, варвары напали на них. Но Геракл схватил оглобли от колесницы, отломал, начал гвоздить фракийцев. Всех разогнал, перебил, но случайно зашиб Абдера. Над его, очень многих таких вот зашиб своих спутников, над его могилой он соорудил курган. Там, ну, сожжение, все сожжения совершил, совершил курган, совершил жертвоприношение, устроил игры и основал город. И убийство Абдера, ну, как бы символически разыгрывалось во время ритуалов основания города в городе Абдера в дальнейшем. Ну, на самом деле, это убийство было жертвоприношением, что вы сегодня, ну, вот, при следующей нашей встрече вы поймете. На самом деле, это миф такой, да, так рассказывается. Но вначале, даже если этого события, ну, естественно, этого события не было, Геракл все-таки мифологическая личность, но, по крайней мере, в древнем сценарии было убеждено, что произошло вот это событие. Точно так же новогодний ритуал, связанный с созданием космоса, в целом, никакого конкретного космоса в целом, по мнению древних, воспроизводил событие создания космоса. Понимаете, да, как боги его создавали, вот точно так же воспроизводилось это все время новогоднего ритуала. Вот, с точки зрения, как бы я сказал, смысла, да, вначале было яйцо, ритуал. Хотя, с точки зрения реальной, исторической, понятно, очень часто миф забегал вперед, да, как бы, предание забегало вперед. Вот, значит, миф неразумно связан с ритуалом для древнего сознания. Ну, это все, вы скажете, хорошо, но вы не скажете, некое внешнее описание этой религии, а по существу, да, вот чем же язычество отличается от авраамической религии, почему же я его назвал космогонической религиозностью, правильно? Я вам уже сказал и буду говорить неоднократно, что, конечно, в реальности отдельные системы мифа ритуальные в отдельных культурах отличались серьезно друг от друга. Китайцы, индусы, греки, иранцы, египтяне, при всем том, что в ряде случаев были какие-то влияния египтяне на греков влияние, иранцы на греков влияние, иудеи, наверное, на иранцев влияли. При этом при всем, вот эти, при всех этих влияниях, все равно различий все равно значительно больше. И нельзя все сводить в одну кучу. Помните, час небольшой назад вам рассказывал, что нет единой природы человека, ну, вот в том смысле, как понимали до XIX века европейцы, да, что все настолько одинаковые, что в одних и тех же условиях. Но при всех этих моих оговорках, я их специально говорю, чтобы у вас не возникло впечатление, что они все были одинаковые, да, то есть при всех этих приговорках мы с вами, ну, как мы с вами, это не я установил, это уже на истории религии, традиции основываясь, мы с вами можем утверждать, что все равно был некий праритуал. Но праритуал не тот, от которого все остальные пошли, а праритуал — это тот образ действия, по которому действовали все в разных регионах. Очевидно, этот праритуал завязан каким-то образом на человеческую, вот уже природу более такого фундаментального уровня. И можно вычленить, исходя из этого, про миф, то есть тот порядок создания космоса, ну, самый главный ритуал, самый главный миф связан с созданием космоса, правильно? Который у всех примерно одинаков. Как бы по именам, по сюжетным поворотам он не отличался, общая структура его среди всех примерно одинаковая. С этой точки зрения то, что я буду вам рассказывать сейчас, оно близко к концепции прамонотеизма. Ну, давайте я несколько слов скажу о концепции прамонотеизма и потом перед этим про мифом. Следы которого, кстати, мы с вами, я приведу примеры, увидим не только в мифологии, но и в целом ряде неожиданных явлений, в том числе современной культуры. Давайте, что такое прамонотеизм, я вам расскажу. Концепция прамонотеизма, на самом деле, придумал ее один из ранних христианских богословов Климент Александрийский. Климент Александрийский, живший в конце II века, начале III веков нашей эры. Потом эту концепцию много позже, не ссылаясь на него, один такой австрийский этнограф, католический этнограф, религиовед, Шмидт его звали, первый половин XIX века развил, он написал такое большое 12-томное сочинение «Дер Урфунг, Дер Готта Шедея» – «Происхождение идеи Бога». Оно было подвергнуто критике, потому что оно такое, ну, совершенно прямое, как там два рельса вперед, все, естественно, сложнее, но, тем не менее, сохранилась целая сейчас группа его сподвижников, до сих пор проведующие эту теорию в более смягченной форме. В чем суть этой идеи? Суть этой идеи заключается в том, вне зависимости от того, рассуждаем ли мы об истории человечества, исходя из современных антропологических и палеонтологических представлений, помните, все эти астралопитеки, пикантропы, синантропы и прочие все вещи, или же мы рассуждаем, исходя из предания, ну, то есть из Ветхого Завета, да, как там все было записано, вне зависимости от этого, вне всякого сомнения, первоначальное откровение, да, или первоначальное состояние сознания, вот это Адамово откровение, Адамово состояние сознания, у всех было одно. В случае про монотеизм речь идет о откровении о едином Боге, который открылся, а потом был забыт. В случае той интерпретации, которую даю я, да, вот была некая единая структура сознания, которая соответствовала про мифы, про ритуал. После этого по Патру Шмидту произошло то, что зашифровано в Ветхом Завете как идея вавилонского столпотворения. Языки появились когда? Отсюда слово язычество и происходит. Ну, вот наш вариант, да, язычество. Когда появились? Когда вавилонский столб не дали достроить, и языки были смешаны, то есть появилось много языков. Ну, и, соответственно, вот все это, с точки зрения Патру Шмидта, многообразие языческих культур, да, это как бы ситуация, которая была символически прописана в Ветхом Писании, как творение вавилонского столпа. Вот на место единого начала, да, появились какие-то осколки воспоминаний о этом первоначале, которые переистолковывались через местные мифологии, исторические предания, фантазии и так далее. О том, что я вам с вами говорю, об этом говорит следующее. Есть некая единая структура сознания, которая функционировала в разных регионах, конечно, по-своему. Были свои боги, были свои мифологические сюжеты, но все равно структура сознания была единой. Вот, ну и возвращаясь уже к этой, к этой последней точке, вот этого Патру Шмидта концепции. Ну и понятно, что язык богообщения был восстановлен после откровения Аврааму, да, когда Авраам стал Авраамом, и отсюда началось вот этот израильский, потом христианский язык богообщения. Ну, эту тему, поскольку мы право-антеисты затрагивать не будем, мы с вами касаться не станем, да. Наверное, с вами важно вот это некое выявить, некую структуру сознания, связанную с пра-мифом и с пра-ритуалом. Вот этот вот самый пра-миф и пра-ритуал, соответствующий ему, внутри которого мы обнаружим момент разрыва, да, где религия возникает. Там, где возникает разрыв, да, вот момент разрыва мы обнаружим с вами. Ну, я вот про миф, в кавычках, да, о котором я буду говорить, я еще раз хочу подчеркнуть тот факт, что я не утверждаю, что будто когда-то в самом начале истории человечества именно этот самый первый доисторический миф у всех был один и тот же, да. Мы с вами вопрос о том, как это было с исторической точки зрения, оставим сейчас за скобками, но уж точно совершенно, что некая такая структура сознания существовала у них, у всех, в известной мере и у нас с вами, она сохраняется. Безотносительно к той религиозной идеологии, да к религиозному исповеданию, к которому мы с вами принадлежим. Но вот, повторяю, внутри этого мы обнаружим собственный религиозный момент, характерный для древнего язычества. Значит, то, что я вам буду рассказывать, в основном терминологически берется из греческого языка, из Тиогонии, Гесиода более того. Примеры же я буду стараться приводить из разных культурных регионов. Ну, любая индукция, то есть любое приведение примеров все равно исчерпывающим не будет, потому что вообще про все культурные регионы даже физически невозможно рассказать. Плюс, понятно, здесь закономерности, когда речь идет о каких-то общих чертах разных культурных регионов, они скорее статистические, чем динамические. То есть есть, конечно, исключения, но они скорее подчеркивающие правила. Но вот в целом я этот миф надеюсь реконструировать, про миф реконструировать. Все произошло из... У Гесиода говорится, что вначале был хаос. Первым, кто возник, был хаос. Что такое хаос? Как перевести это слово на русский язык? Беспорядок. Вот вы сказали, естественно, я вас понимаю, почему вы это сказали. Я тогда сказал автоматически, потому что сейчас слово хаос мы употребляем тогда, когда хотим сказать беспорядок. Мы говорим о хаосе. Мы с вами говорили космос сейчас, порядок, порядок. Поэтому для греческого языка беспорядок это а-космия. То есть, ну, не космос, да, то есть, не порядок, беспорядок. А хаос это, ну, не совсем правильно, пустота это кеномо по-гречески. Но все-таки ближе, то вы что имеете в виду? Хаос это слово, которое производно от корневых значений, обозначающих бездну, Зев, ну, то, откуда все вышло. Бездна, Зев, то, откуда все вышло. Ну, повторяю, слово хаос употребил первый Гесиот. И не все даже древние греки, когда говорили о начале мира, говорили именно, ну, религиозно я имею в виду, да, средств греческого мышления, говорили именно о хаосе. Это уж современное. Гесиот оказал такое впечатление на современных ученых, что они везде слово хаос употребляют, да. Но, тем не менее, когда мы с вами рассматривать будем мифологию, ну, и первые такие религиозные, оформенные, теоретические представления древних, мы все с вами будем видеть, что первое начало рассматривается чаще всего именно как бездна, как зияние, как чрево, буквально, которое все породило. Из хаоса произошел космос. Но это не значит, что из беспорядка произошел порядок. Вот, как, например, полагают лауреат Нобелевской премии Пригожин из Тенгерс. Вот, от хаоса к порядку, да, порядок хаоса. Так, работы очень известные были. Хаос — это чрево, которое все породило. Это начальная точка. Ну, повторяя слово хаос, мы будем употреблять отношения к египтянам, китайцам, индусам. Ну, я объяснил, да, темиология в основном берется из греческой текстов. Чаще всего, в большинстве случаев, вот эта вот бездна, чрево, откуда все произошло, описывается как вода, как воды. Хотя слово хаос — это вовсе не означает «воды». Но древние греки уже где-то во времена так их интеллектуального расцвета попытались объяснить слово хаос очень любопытным образом. Вообще, древние очень любили объяснять смысл слова, исходя из его происхождения. Ну, тоже называется этимология слова. И вот они выводили слово «хаос» из слагольного слова «хео» — «лить». Ну, опять же, связывали с водой. Хоть лингвистически абсолютно неправильно это, но тем не менее уже автоматически они связывали греки это с водой. Так, в большинстве случаев это связывается с водой. Но давайте вначале поговорим о том, как переживался, помните, я вам говорил, в круг опыта миф вводит нас с вами, как переживался этот хаос, а потом пытаемся ответить на вопрос «почему вода?» Почему греки говорят, почему Гомер говорит, что родначальником всех богов и людей был океан? Воды? Воды, правильно. Почему в Египте утверждалось, вначале были воды, из которых появился глиняный первобытный холм и так далее. Почему так часто встречается в разных культурах миф о потопе? Шумер, Китай, Греция. Почему миф в потопе встречается? А потоп — это как бы вернувшийся хаос на Землю. То есть вот воды как начало встречаются повсюду, мы на этот вопрос попытаемся ответить, почему именно воды, почему хаос с водами связывается. Вначале давайте все-таки о хаосе. А что такое хаос? Ну, это то, что было, когда ничего не было. Ну, понятное дело, да? Это то, что было, когда ничего не было. В одном из индийских текстов, в одной из Упанишат, слышали, возможно, название таких циклотекстов, мы будем говорить, что это за текст, когда они возникли потом, говорится буквально следующее. Все произошло не из бытия и не из небытия, и не из смеси бытия и небытия. То есть, на самом деле, это уже попытка как-то теоретически описать, что это такое. Но это значит, что никак его не определить, понимаете, да? И небытие, и небытие, и не смесь того и другого. Хаос повторяет состояние мироздания до того, как возник мир, то есть космос. Хаос воспринимается, например, как некое божественное состояние. Это божественное начало, откуда все проистекло, и куда все может вернуться. Ну, а в случае циклической модели мира, куда все регулярно возвращается. Мировой потоп все сжигает, мировой пожар затопляет, мировой пожар все сжигает, неважно как, но как бы возвращается все в этот хаос. А потом заново из него возникает. Неопределимое, невидимое, неперсонифицируемое начало. Хаос, поэтому боги, которые были связаны с этим первым океаном, да, вот первобытным, доисторическим океаном, они могли следующим образом, ну, как бы описываться. Вот в одной из, если не ошибаюсь, в Гелиопольской космогонии, в Египте, было записано, что вначале, до того, как возникло все, были боги. Невидимый и невидимое, неслышимый и неслышимое, беспредельный и беспредельное, темный и темное. Вот Амон, это один из, вот, древнейший космогонии, невидимый, да, один из этих богов был. И Амонет, женский вариант. То есть, эти боги описывают, опять же, неописуемое состояние. Ну, понимаете, да, о чем я говорю? Состояние, которое никак невозможно изложить, да, вот, обрисовать. Поэтому хаос, он странный весьма. Поэтому про хаос могли рассказывать сказки, самые что на есть странные. Вот одну сказку я вам сейчас расскажу, китайскую рассказать. Некогда жили, были три князя. Ну, это уже сказка, понимаете, да? Некогда жили три князя. Одного из князей звали, ну, я уж китайским произношением вас не буду мучить, тем более сам не все правильно смогу произнести. Одного из них сняли внезапный, звали внезапный. Ну, это князь северного ветра. Другого из них звали стремительный. Это князь южного ветра. А между ними жил князь по имени Хунь-дунь. Хунь-дунь – это слово, которое в разных китайских текстах встречается часто в тех местах, где грек бы сказал хаос. Поэтому я говорю, что это сказка о хаосе. Ну, и вот Хунь-дунь был настолько щедрый, настолько раздушный хозяин. У него они постоянно собирались, веселились, пировали, что однажды внезапно и стремительно собрались и решили как-нибудь отблагодарить этого гостеприимного хозяина Хунь-дуня. Думали, думали, как не отблагодарить, в том решили. Он же не похож на человека. Давайте проверим в нем всем отверстий, как в человеке. И провертили в нем всем отверстий. Что осталось с Хунь-дунем? Ну, перестал быть собой, да? То есть, полностью преобразовался, умер. Вот этот самый Хунь-дунь и есть хаос. Хунь-дунь – слово, которое на русский язык не перевести. Потому что оно, ну, в общем, нечто, вот как я одного из китаистов вычитал, трали-вали лучше всего перевести на русский язык. Или английский – хампти-дампти. А хампти-дампти – это что? Шалтай-болтай, да, к примеру на русский язык. То есть, вот нечто такое, вот оно не то, не сё, да? Это Хунь-дунь – шалтай-болтай. Он какой-то и смешной одновременно. Ну, вот разбился, да, у Кэрола, да? И вся королевская конница, вся королевская рать не может его собрать никак, да? То есть, вот такой же, этот же самый Хунь-дунь вот в этой сказке китайской. То есть, на самом деле, это нечто совершенно то, что нам здесь незнакомо, мы не видим его, да? Но как только он становится чем-то, он перестаёт быть хаосом, да? То есть, хаос – это первоначало, дев, чрево, породившее всё, которое нездаром, вот слово «бездна», да, это изначально, видимо, смысл этого термина, самого хаоса. Субтитры создавал DimaTorzok